Джек Лондон. Первобытный зверь. Повесть. Глава первая. Сэм Стюбенер быстро и небрежно просматривал свою корреспонденцию. Как и полагалось импресарио призовых боксеров, он давно привык к самым разнообразным и странным посланиям. Всякий чудак, спортсмен, любитель или реформатор считал, казалось, своим долгом поделиться с ним своими идеями. Он заранее был готов к повседневной порции сюрпризов, приносимых ему почтой, начиная от свирепых угроз с ним покончить, до более миролюбивых намерений дать ему разок по физиономии. От амулетов из кроличьих лапок до приносящих счастье лошадиных подков и от неопределенных денежных посулов до четверти миллиона долларов, предлагаемых безответственными незнакомцами. В свое время он получил ремень для бритья из кожи линчеваного негра и сморщенный, высушенный на солнце палец, отрезанный от трупа белого человека, найденного в долине смерти. Теперь он считал, что почта уже ничем больше его поразить не может. Но в это утро он получил столь необычайное письмо, что перечитал его вторично, положил в карман, а затем снова вытащил, чтобы перечитать в третий раз. На конверте стоял штемпель какого-то никогда неслыханного почтового отделения в графстве Сискию, и оно гласило следующее. «Дорогой Сэм, вы меня знаете только по имени. Вы пришли после меня, когда я давно уже вышел из дела. Но поверьте мне, я не дремал. Я следил за делом и следил за вами с тех времен, как Кэль Ауфман побил вас до вашей последней схватки с Натом Бельсоном. Я считаю вас самым ловким из всех импресарио, когда-либо появлявшихся на арене. Я хочу сделать вам одно предложение. У меня здесь на примете имеется самый великий незнакомец, какого когда-либо видел мир. Это не подделка. Товар настоящий, добротный. Что вы скажете о парне 22 лет от роду и весом в 220 фунтов, который может наносить удары вдвое более тяжелые, чем мои лучшие удары? Это он, мой мальчик, юный Пэт Глэндон. Вот то имя, под которым он будет бороться. Я все хорошенько обдумал. Лучшее, что вы можете сделать, это приехать сюда к нам первым же поездом. Я воспитал и тренировал его. Все, что я когда-либо знал, я вбил ему в голову. И может вы мне не поверите, но он прибавил к этому еще и от себя. Он прирожденный боксер. В смысле чувство времени и расстояния, он чудо. Чувство времени у него развито до секунды, а чувство расстояния до дюйма. Он сам не думает об этом. Это инстинкт. Его короткий шестидюймовый толчок усыпит противника скорее, чем толчок со всего размаха большинства ребят. Теперь принято болтать о преимуществах белой расы. Он воплощение всех этих надежд и упований. Приезжайте и поглядите сами. Когда вы развозили повсюду Джеффри, то были помешаны на охоте. Приезжайте, и вы здесь увидите такую охоту и рыбную ловлю, что ваши кинематографические боевики покажутся вам жалкой и дешевкой. Я пошлю с вами на охоту юного Пэта. Сам я уже бродить по горам не в силах. Поэтому-то я и посылаю за вами. Я хотел сам быть его импресарио, но об этом нечего и говорить. Я уже готов, и очевидно, скоро выйду в тираж. Итак, двигайтесь скорее с места. Я хочу, чтобы вы были его импресарио. Это дело клад для вас обоих. Но я хочу сам составить договор. Преданный вам Пэт Глендон. Стьюбинер был сбит с толку. С первого взгляда ему показалось, что это шутка. Боксеры ведь известные шутники. И он пытался отыскать в этом послании тонкую руку Карбета или добродушную лапу Фитц Симмонса. Но если это послание было подлинным, на него стоило обратить внимание. Это он знал. Пэт Глендон сошел с арены задолго до его времени. Еще мальчиком он присутствовал на состязании между Пэтом Глендоном и Джеком Демпси, в пользу последнего. Но уже в те времена его звали Старым Пэтом, и он давно уже числился покинувшим арену. Он был предшественником Сэлливана и боролся по старинным лондонским правилам призового бокса. Хотя в последних закатных своих выступлениях руководствовался вновь принятыми новыми правилами маркиза Куиннебери. Какой боксер или любитель бокса не знал Пэтта Глендона? Хотя из видевших его в расцвете немногие остались в живых, и немного оставалось людей, вообще когда-либо видевших его на арене. Но его имя все же было занесено в аналы арены, и ни один спортивный справочник не обходился без упоминания о нем. Его слава была весьма парадоксальна. Ни один боксер не ставился выше его. Причем сам он ни разу не удостоился звания чемпиона. Его преследовали неудачи, и он был известен как боксер-неудачник. Четыре раза в жизни он должен был получить звание чемпиона тяжеловесов, и каждый раз он вполне заслуживал эту честь. Первый раз это было на барже, в бухте Сан-Франциско. И чемпион, казалось, уже выбился из сил, но в этот момент Пэтт Глендон повредил себе руку. На одном из островков Темзы, боксируя в воде поднимающегося пролива, глубиной в 6 дюймов, он сломал себе ногу, когда, казалось, победа была на его стороне. В Техасе, в тот незабвенный день, когда противник уже сдавался, ворвалась полиция и пришлось борьбу прекратить. И, наконец, последний бокс в павильоне механиков в Сан-Франциско. Он оказался жертвой тайного соглашения рефери и небольшого синдиката, заинтересованных в его поражении лиц. Все шло благополучно, но когда Пэтт Глендон нокаутировал противника ударом правой руки в челюсть, а левой в солнечное сплетение, рефери самым спокойным образом обвинил его в неправильном ударе. Все секунданты, все эксперты бокса и весь спортивный мир знали, что о неправильном ударе не могло быть и речи. Но Пэтт Глендон по общей традиции боксеров подчинился решению рефери. Он подчинился и принял это событие как новое подтверждение своей неудачливости. Таков был Пэтт Глендон. Стьюбенери смущал лишь вопрос, был ли Пэтт автором этого письма или нет. Он взял письмо с собой в город. «Что сталось с Пэттом Глендоном?» — обращался он вместо приветствия ко всем причастным к боксу лицам в то утро. Казалось, никому это не было известно. Некоторые полагали, что он уже умер, но точных сведений никто дать не мог. Заведующий отделом бокса одной из утренних газет просмотрел все аналы и удостоверил, что смерть Пэтта Глендона нигде не была отмечена. Только Тим Донован дал ему руководящую нить для решения этой задачи. «Но, разумеется, он еще жив», — сказал он. «С чего ему помирать? Такой крепкий парень, да и себя никогда зря не расходовал. Он сколотил себе капиталец и, лучше того, сумел сберечь его и выгодно поместить. Он одновременно держал три кабачка. И здорово заработал на них, когда в один прекрасный день их продал. «Да, полагаю, что как раз после этой продажи я и видел его в последний раз. Этому уже лет двадцать будет, а может и больше. Его жена только что умерла тогда. Он шел к перевозу. «Куда, старина?» — спросил я. «Уезжаю в леса», — отвечал он. «Хватит с меня, прощайте, мой мальчик». И больше я его с тех пор не видал. Я уверен, что он еще жив. «Вы сказали, что у него умерла жена, а дети у него были?» — спросил Стюбинер. «Да, один ребеночек. Он его держал на руках в тот день». «Это был мальчик?» «Как я могу это знать?» Тогда Сэм Стюбинер принял окончательное решение. И ночь застала его в пульмановском вагоне, мчавшем его в дикие дебри Северной Калифорнии.